Добрый день, меня зовут Виссаров Александрович, я закончил физический факультет МГУ, работал одно время в банковском страховом бизнесе. Сейчас достаточно сложная ситуация в городе Москва с транспортом, с такси, с общественным транспортом. И у меня есть одна концепция, следующая. Человек, выходя на определенный сайт, он может видеть, через сколько придет общественный транспорт на его остановку. Для этого достаточно просто направить на наш сервер данные с каждого автобуса. В ближайшее время государство в 2013 году обязуется установить везде датчики. Соответственно, мы сможем на этот сайт привлечь огромное количество людей, порядка 1 миллиона человек в сутки. Помимо монетизации за счет трафика, мы можем приспособить идею в такси. Когда клиент захочет ехать не на общественном транспорте, а на такси, мы сможем предложить ему различные варианты. В таксопарке просто частные лица, которые сами устанавливают свою стоимость за путешествие. Наша система, наш сервер будет просто показывать, через сколько приедет этот такси, сколько оно стоит. И, соответственно, показывает машину для того, чтобы человек мог выбирать. Время вышло. Ну, во-первых, порядок изложений. Вы мне половину времени, отведенного вам, рассказывали про вашу команду. Ну, то, что сказали. Я сказал в конце. Вы сказали в начале. Идея, а, не очень оригинальная, б, логистически настолько сложная. Мы же в Москве с вами живем и понимаем, что такое рынок московских такси. А если не понимаем, то вы можете с ним столкнуться легко, когда что-нибудь происходит. В Домодедово, не дай бог, или в Шереметьево, что там происходит с такси. Это достаточно мафиозная история. Никто этого не скрывает никогда. Да, по поводу монетизации и рекламной модели, это, я извиняюсь, не работает. То, о чем вы рассказываете, может быть интересно людям с мобильными устройствами. А рынок мобильной рекламы вы себе представляете? Да, конечно. Никакой он. И вот сейчас на рынок мобильной рекламы, если выйдет миллион уников, это что даст? Ничего не даст. Ни копейки. Ну, или гроши совсем. Смотрите, в противном случае, если история точечная, но кто, чего вы решили, что информацию о прохождении троллейбусов или трамваев по линии вам не давать? Кто вам это даст? Тут вопрос только частного государственного партнерства. Это так и надо формулировать. А если у вас есть государство в качестве потенциального рынка, то у вас и так все хорошо. Я имею, ну, я хочу вам отправить в ближайшее время презентацию и ссылку на то, что мы предлагаем. Можно управлять? Всем спасибо. Но не в таком виде, как и наше время. Всем спасибо.